Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Горячая Новость. В очередной раз я попытаюсь с вами обсудить и предоставить вам новую информацию по делу Рамиля Шамсудинова. Я, можно сказать, стою у истоков этой проблемы. Как только это произошло в чите, я сразу же начал освещать эту информацию и не собираюсь отступать от этого. Хоть многие люди мне и пишут негативные комментарии, это их проблемы. На мою точку зрения это не повлияет. И вот по этому факту, друзья, выступил Руслан Нагиев, я напомню, что это адвокат Рамиля Шамсудинова. Он рассказал, как проходит судебное заседание, что нового и какие перспективы будут в дальнейшем. И вот о чем рассказал этот человек. По итогам первой недели судебного заседания могу сказать, что версия Шамсудинова о том, что в воинской части, в которой он служил, была дедовщина, подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших. Так, свидетель Коновалов рассказал в суде о том, что ему известны факты издевательств над Рамилем. В его присутствии Шамсудинова оскорбляли и угрожали ему тем, что протрут его лицом ободок унитаза. Но это и Рамиль сам сообщал, что безусловно является унижением чести и достоинства. Коновалов рассказал, что Шамсудинов заставляли учить устав, стоя на центральном проходе, вместо положенного времени сна. И какого, скажем так, черта вообще учить устав на центральном проходе? Неужели других-то мест нет? Мы с вами знаем, что лишение человека сна является пыткой. Потерпевший Шпак, который пострадал от действий Шамсудинова, но, к счастью, получил незначительные, скажем так, повреждения, рассказал о том, что знает, как заставляли Шамсудинова учить устав вместо положенного времени сна. Более того, Шпак рассказал, что на себе испытал это. Свидетель Бурлаков рассказал, что со слов военнослужащих ему также известны факты, что были неуставные отношения, применены к Рамилюшам Судинову. Я не буду подробно вдаваться в подробности данных показаний, они есть в открытом доступе. Журналисты присутствуют на каждом судебном заседании, записывают, публикуют показания доборушенных лиц. Процесс происходит в открытом режиме. Я хочу обратить ваше внимание на то, что показания указанных свидетелей, потерпевшего, соотносятся между собой и подтверждают версию Шамсудинова о том, что над ним издевались непосредственно некоторые из ребят, которых уже нет в живых. Со слов Шамсудинова, они угрожали ему тем, что утопят в туалете после караула. Данные угрозы Шамсудинов воспринял реально, но это любой человек, друзья, воспримет реально, тем более в таком замкнутом месте, как вот в том, в котором был Рамиль Шамсудинов. Так как эти люди ранее уже проделывали это, и Рамиль Шамсудинов это видел. Лишение сна в течение длительного времени сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Рамиль говорит, что очень хотел спать и не желал терпеть новых издевательств. Поэтому пошел на радикальные меры и начал, скажем так, ну, делать то, что он и сделал. Во время стрельбы не осознавал свои действия, плохо понимал происходящее, все было как в тумане. Ну, естественно, друзья, трое суток, если не спать-то, как же ты будешь осознавать, что ты делаешь? Естественно, все было как в тумане, в этом я полностью согласен с Рамилем Шамсудиновым. Шамсудинов принес извинения всем явившимся в суд потерпевшим, попросил простить его, высказал слова раскаяния. Рамиль сказал, что во время стрельбы не заметил капитана Евсеева, он не хотел в него стрелять. К Евсееву и Шамсудинову никаких претензий не было. Но это состояние эффекта, друзья, там в таком, я думаю, состоянии, в каком был Рамиль Шамсудинов, скажем так, уже, как говорил тот же Евдокимов, что я что, сортировать вас буду, что ли? Кроме того, у нас есть переговоры в отношении Муратова-Р, который признан виновным в издевательствах нашим Шамсудиновым и другими солдатами. «Хочу отметить, что Рамиль неохотно дает показания, оставляет подробности в стороне. В конце первого заседания он даже заявил нам, адвокатам, что больше не хочет говорить, однако пока нам удается успокоить его. Он просто замучен уже этим, я же, насколько помню, если мне не изменяет память, это перед Новым годом, в прошлом году все случилось, по-моему, так было, да, перед Новым годом, наверное, в ноябре месяце где-то, так это год уже длится, естественно, он замучен. Что больше не хочет говорить, однако нам удается успокоить его. Мы хотели бы, чтобы Рамиль был более откровенен. Он многое может рассказать. Нежелание Рамиля говорить, я связываю с его природной застенчивостью, тем, что он не привык к большому вниманию. В зале суда 12 присяжных, 3 прокурора, судья, секретарь, журналисты, которые записывают аудио и видео, фотографируют практически в упор. Рамилю тяжело воспринимать и публично рассказывать о такой трагедии. Я не думаю, что он как-то стесняется людей, друзья, сейчас. Я думаю просто, что он замучен, вымотан морально вот этой вот ситуацией. Наедине с адвокатами следователь Рамиль был более открыт и подробно рассказывал о происшедшем с ним воинской части. Мы настраиваем его на то, что он должен защищаться, нельзя сдаваться. Вот такая вот, друзья, информация. Я же, как и раньше, считал, что Рамиль Шамсудинов, не знаю, как назвать, виновен он или не виновен. Но я считаю, что он был доведен на это состояние. И то, что он сделал, он бы не сделал бы в нормальных условиях. Он был доведен, он был как крыса загнан в угол. А что сделает? Ну, зверь даже, которого загоняют в угол, он начинает кусаться. Ему не оставалось выбора, кроме как взять автомат и сделать то, что он сделал. И я боюсь, что вот многие комментаторы, которые вот эти вот, которые не поддерживают мою точку зрения, комментируют, там непонятно что и меня оскорбляют и в сторону Рамиля. Грязные слова используют. Вот, что, возможно, и они бы точно так же поступили бы, если бы оказались на месте Рамиля Шамсудинова. Но если бы заставляли там мыть туалеты в неположенное время, ну, то есть тогда, когда он мыть их не должен был, скажем так, учить устав на центральном проходе, не спать по трое суток. Ну, подумайте, друзья, прежде чем писать такие негативные комментарии, как бы вы себя повели в этой ситуации. Конечно, хотя я не желаю никому никогда не попадать в такие ситуации. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте классы, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, появившееся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok